4 утра думал все будет немного не так всех приветствую друзья приехал в лес ночевой думаю дня на два запланировал я построить небольшую землянку заползуху на старое уже да где копаем металлолом потому что металлом я тут еще буду копать долго а крыши крыши над головой нету палатки жить как-то не тополь то здесь еще обитают рыси так что решил я построить какую-нибудь небольшую земляночку будет будет где заночевать попить чай погреться сейчас проехал уже 30 километров по нормальной дороге сейчас буду пытаться пробираться по заросшие вот это старое уже да начнем сегодня копать яму сделаю день метр 30 на высотой чтобы заполз там заночевать можно было печку потом привезу меня маленькая печка есть для палатки короче посмотрим что получится полный баул всякого барахла с собой мешок еды вечером чего не приготовил неудобно Немножко расчищаю дорогу, но все равно надо будет потом пешком прийти еще, прочистить, а то неудобно так. Глушишь постоянно, туда-сюда и заводишь, пешочком пройти, почистить немного. Не, надо будет убрать ее. Не, надо будет почистить, что-то такое большое, а то так без сцепления останешься. Решил я сразу пройти, прочистить, чтобы можно было спокойно проехать, не дергаться с этим. Вот так сцепление точно наверну. На сцепление едешь потихоньку, понижайки нету-то. Сейчас нам пилу, пойдем чистить. Так, вот штанишки в носочки заправил, как в детстве. Чтобы клещи не залазили. В берцах жарко, решил в кроссовочках лучше. Легче, ноги дышат. Блин, правда я надеялся сегодня выкопать яму, сделать крышу, какую-то, не какую-то дверь. Чтобы можно было уже сегодня более-менее комфортно заночевать. Но походу я тут надолго. Пока расчищу сейчас. Уже и так время обед. Надо придется подвесок открытым небом, походу, спать. Еще один раз потрудиться. И потом надолго комфортненько возить. Металлоломчик. Заодно иду, посматриваю болгорок какой-нибудь интересный такой. побольше, чтобы можно было в нем выкопать. Ну все, друзья, дорогу подрасчистил более-менее. Конечно, не до самого металла еще. Тут осталось метров 200. И уже даже нашел место под будущую нашу земляночку. Кстати, землянка будет, постараюсь, по крайней мере, сделать ее без гвоздей. Интересно будет самому попробовать. Так, в голове маленько представил, как это будет все. Но наяву еще не знаю, как это получится. Особенно дверь без гвоздей. Из инструментов у меня с собой ножовка и топор только. Нашел я, друзья, вот такую вот. такую вот уже выкопанную ямку. Здесь у меня маленько осталось ее расшибить только. И маленько углубить. Здесь кирпичи валяются. В прошлом ролике я показывал здесь металлоломка, палка, да. Видимо, что-то стояло здесь. Так, лавочка есть. Столик потом сделаем. Какой-нибудь большой пень отпилить надо будет. Возвращаю. Конец обратно. Тут муравейник. Построили. Пусть живут. Пенек с муравьями унес. Потом прихожу, смотрю, тут какие-то спали с пенечкой. Начал их собирать, таскать туда. Полчаса уже тут всех пока не собрал. Не перетаскал. Сейчас покушаю лапшички с сарделькой. Из дома взял. Приготовленные. Времени уже, наверное, много. Я еще даже не завтракал сегодня. Три часа доходит. Я тут полный пакет еды. Как говорится, идешь в тайгу на один день, бери на неделю. Выкопаю сейчас тут на болоте небольшую ямку. Посмотрю, какая пойдет вода. Можно будет ее употреблять в пищу или нет. У меня с собой только пол-литра воды. Маловато, конечно. Техническая вода тут есть в лужах, но видели, там сами червяки всякие плавают. Так что, может, ничего, вода пойдет. Пригодная для питья. Хлюпает уже. Ну и что, приходилось из болот пить. Было дело. и из луж. Вот такой полметра глубиной выкопал. К вечеру отстоится, надеюсь. Продегустируем ее. Это что, малина? Вроде малина. Кирпичики поцелее отдельно сложил. Может, еще сгодятся куда-нибудь. Акатеринь. Через не выкопал. Единственные питья. Вдох. Пробpoint. Ну и в течение. Продолжение следует. Ук 때도 дождь. Продолжение следует. Акатеринь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Преступное... А в наше нынешнее время, если увидели в лесу копающего человека, это значит либо блогер, не либо блогер, а блогер копает землянку по-любому. Продолжение следует... Продолжение следует... Почему бы и нет... Пусть строят... Все правильно... Мне самому тоже интересно... Здесь поставлю... С одной стороны сделаю лежанку... В одном углу будет столик... И в другом печка... Еще бревна лягут... Будет совсем маленькое... Высотой сделаю... Где-нибудь метр тридцать... Ну еще на штык два прокопаю... Заполз... Переночевал... Будет самая маленькая землянка... На ютубе... А то там... Коттеджи уже строят... А маленьких еще я не видал... Тогда, ребята, я не успеваю... Нифига... С этим строительством... Время уже... Шесть часов доходит... Через три часа уже темнять будет... В планах было... Более-менее что-то сделать похожее на землянку... Хотя бы прокопать и крышу сделать... Над головой что-то было... Ночью я окочурюсь... Сегодня ночью ноль был... А эта ночь еще холоднее будет... Думаю, может... Выкопать... Траншею хотя бы... Заложить ее... Бревешками... Тент у меня с собой... Тентом накрыть... Ну как... Нора получится... В норе... Заночевать там все равно теплее будет... И хоть какая-то крыша над головой будет... Да... Все не по плану... Поздно приехал... Да еще... Пока дорогу прорубил сюда... Тоси-боси... Короче... Пойду сейчас еще водичку... Сделаю природный фильтр... Что-то она какая-то... Эта... Вся в мусоре... Мутноватая... Из мха сделаю... Мха сюда наложу... В мешочек... И пусть процеживается... Все равно будет чище... Попробуем на вкус какая-то... Толи отстоялась... Толи она такая и будет... Вот так надо сказать... Вон... Как... Чифирок... Сейчас... Процежу хотя бы от мусора... Блин... Как... Тащить неохота было... И так полнохонько... Рюкзак... Взял пол литра... Такого воды с собой... Еще пол... Пол термоса чая осталось... И вот пол литра воды... Воду... Думаю... Оставить на питье хотя бы... А похлебку уже сварить на этой... На этой воде хотя бы что ли... Если оно нормальное на вкус будет... Так... Фильтр... Ну... Почище... Немного стало... Ну что... Будем не густировать... Давненько я не пил из болота... Кстати нормально на вкус-то... То что сыровато так... Все равно надо прокипятить... На вкус... Как... Вода с землей... Ну и вкус земельки... Присутствует... Так... Нормально... Я из речки пил там и то... Хуже качество воды... Вообще какая-то противная была... Нормально болотник... Вот здесь землянка... Здесь... В этом бугорке сделаю сейчас... Нору... Какое-то время... В ней наверное придется... Поночевать... Пока строительство идет... А потом будет служить как... Кладовка какая-нибудь... Сейчас... Выкопаем... Думаю... Часа за полтора... Выкопаю яму... Нормально... Сейчас... Вот в эту дырочку... Залез шмель... Я сегодня так же буду ночевать... Как шмель в норе... А я не знал что они в земле... Жбут... Ну все яма готова... Можете не писать там ассоциации... С чем это... Ну что похоже... Все уже качается... Сейчас попью чаю... Закидаю ее... Не знаю... Листьями может... Или... Тонкий валежник... Накидаю... Вниз... Чайка пайками... Подсластить... Так сказать... И потом буду уже напиливать... Маленькие чурочки... Облаживать сверху ее... И закопать... Солнце еще не село... Я уже... Рукопал яму... Сделал... Лежанку... Напиливу потолок... Сейчас буду стырить потолок... Между швами... Мох наложу... И потом уже землей закидаю... И все нормально будет... Хотел... На лежанку тоже мох... Потом подумал... Просто... Эти... Всякие... Мошки... Блужки... Там... В этом... Вомхе все равно... Живут... Потом всю ночь... По мне ползать будет... Зарезать во все черри... Так что... Нормально... Уже спал на... Голых этих бревнах... Ничего страшного... Нормально... В следующий раз... Буду брать этот... Коврик с собой... Не забуду... По fumке будет, подготовка... Ан một variable... Не забуду... Ужалённая. А он... Т chore... Моя святаяúa... Ужалённая... Т.е. Ёгут линия. Чем так же затягивается... Поем после вставки... копать небольшой большую дырочку успеть надо до темна немного осталось сейчас подумала вдруг прогнозистам удалось угадать погоду и ночью будет дождик мох и земля на воду не будет особо впитывать если сильный дождик будет если маленький то впитает мне там смоет ночью тент хотел на эту землянку ну ладно сюда постелю еще раз еще другой куплю пусть обезопаситься лучше чем потом всю ночь под дождем там лежать для декора там уж наверно не видно нифига ребята пищи пищи нара готова все засыпал маленько задекорировал для красоты чтоб рысь не заметила пенечки поставил листьями прикрыл сейчас можно и покушать приготовить давайте залезу испробую я не залазил ни разу ну ладно полез ногами удобнее туда залазить изначально то я хотел так вот чтобы залазить а потом подумал что рысь чтобы за ноги вытаскивал удобнее было а ну чё нормально тут грязный только буду нога вода а удобно нормально ребята нормально получилось за ночью блин без фонарика уже хреновасто видно на камеру так-то глазами точно нормально видно сейчас картошечки почистим будет болотное харчо новый вид супа открываем для себя надеюсь фонарь заряжен у меня на него не показывается индикация заряда два зарядника стоит два фонаря с собой один знаю что его хватит на час максимум а вот этого должно быть на дольше хватать если он полностью заряжен без света ничего вам не поснимать даже эта камера в темноте вообще плохо снимает ну часов девять уже на нее не видно ничего съемка без фонаря так вот так за бубином сейчас супец горяченького похлебаем что-то мне кажется завтра я ничего уже строить не буду сегодня настроился так что спина чаще болит никакого наверно завтра переночуем утром до дому поеду отдыхать денек отдохнул видео загружу и обратно сюда готовенько картошечка почти доварится потом супецки не стоит это в тот раз сразу все скинул потом каша получилась из этого днем такой птички не слышно было и кун лягушки птички какие-то ночные хочу очнулись газ уже кончается морковку обжаривать не буду так закину сейчас пусть тоже варится тут на улице тоже сидеть нифига не видно только и прислушиваешься к шорохам если б я не знал что здесь рыси живут другое дело было бы когда знаешь не из самообороны вот на живет опорта ничего ими не сделаешь рысь она подкрадываться сзади тихонечко не услышишь даже ладно полезли в избушке своей доварю газ кончился второй балл там вот так вот я тут устроился даже сидеть можно специально сделал так что знал что сидеть придется баллон хочу уже капец не могу поставлю чаю наверно согрею сперва пока я пью чтобы свариться я уже есть перехотел пока говорится вода 10 раз умнее буду побольше возьму так то можно было бы на улице за ночевать во первых холодно будет ночь под утро особенно во-вторых сожрет кто-нибудь было бы ружье хотя бы с собой кто-нибудь так на утро надо оставить так вот рукозачок под голову чай согрелся здесь вот сейчас видеосъемка в этой норе туговато на одном кадре все попридаться чай с метком попьем сегодня леший как бомж блин вот стенки еще не задевать завтра куртку оттирать придется похлебка сварилась дегустеры нормально даже не чувствуется на нормальной воде сварен на продажишки мало тут осталось прогнулась немножко все так вот устроился лежать то здесь нормально удобно не то что сидеть стенки немножечко бы пошире повыше метра на полтора было бы вообще шикарно там барахлишко разулся там поставил комарыш здесь у меня еда тут под боком тоже ладно всем спокойной ночи если вдруг что-то интересное будет за ночь включусь или услышу что-нибудь буду отдыхать время 11 уже сижу греюсь холодище так я не уснул Насколько газ захватит только хрен его знает Если что придется костер идти разводить Скорее бы утро уже Интересно в таком режиме на сколько хватит газу Одет то жиденько Думал все будет немного не так Еще этой закрыл в рюкзаке для спины Чтоб меньше поддувало Но тут царь на щели осталась Решил кофейку заварить С последней водичкой Больше сыпануть Для бодрочка А то может не спать придется С горелкой как-то Можно было оставить ее спать Не знаю как-то опасновато С газом засыпать Сейчас кофейку бахнем Не ну с газовой горелкой жить можно Была бы здесь печечка какая-нибудь Вообще шикарно было бы Да уж Да если бы сейчас на улице сидел бы наверно Прикурил бы точно Там никакой газовой горелкой не нагреешь Костер только Возле костра сидеть Возле костра тоже Подкрадется кто-нибудь Здесь со всех сторон защищен Почти что Четыре утра Еще немножечко осталось подождать Вот так вот Погреюсь Подремлю Полчасика Снова погреюсь Ну все Почти что Почти заночевали На улице уже начало светать Светать начинает В 4.40 Отлично Поставил кофе подогреться Ну что друзья С добрым утром Там наверное холодно Нагрело хоть маленько Вывозить даже неохота Уже так светленько Камера просто не передает Птички А я по птичкам понял Что Уже утро Смотри какой-то прожектор Продержался Почти что всю ночь Был включен Нормально Ладно Покопаю наверное Чтоб согреться Ладно Друзья сейчас попробовал Покопать И понял что из меня Сегодня строитель Никакой Получится Не спавший Всю ночь толком Курточку еще почистить Поеду сейчас Буду уезжать До дома Отсыпаться Завтра Опубликую ролик И послезавтра Наверное Выезжаю Снова на строительство Так что Вот такой вот Видеоролик В этот раз Получился Экстремальный Сам того не ожидаю Так что Ладно Друзья Всем спасибо За просмотр Удачи Здоровья До новых встреч До скорых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok